Артс. От греческого «артос» – хлеб. Большая проспора с изображением воскресения Господня или Креста, освящаемая в день Пасхи, полагаемая затем в храме на аналое, где хранится всю Светлую Седмицу, раздробляемая и раздаваемая верующим утром после литургии в Светлую Субботу с целью благоговейного потребления. В память того, что Господь по Своем воскресении многократно являлся апостолом и вкушал с ними пищу, апостолы и после Его вознесения имели обычай оставлять за трапезой незанятым среднее место и полагать пред Ним часть хлеба, как бы для Господа, присутствующего среди них. В этот хлеб и представляет собой ныне употребляемый в церкви Артас. В продолжении Светлой Седмицы он лежит в храме на аналое пред иконостасом, а вне службы пред открытыми царскими вратами, напоминая о явлениях воскресшего Господа, апостолам и о Его пребывании с нами. Сообразно со значением Пасхи, которая соединяет в себе события смерти и воскресения Господа, на Артасе изображается знамение победы Христовой над смертью или крест, увенчанный тернием, или икона воскресения Христова. В субботу Светлой Седмицы и в конце литургии священник произносит особую молитву, во время чтения которой Артас раздробляется, а при целовании креста раздается народу, как святыня. Частицы Артаса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими, как духовное врачевство от болезней и немощей. Артас принято употреблять в особых случаях, например, в болезни, всегда со словами «Христос воскресе». Артас по благодати ниже Антидора, но выше Просфоры, то есть, если верующий захочет принять сразу Артас, Антидор и Просфору, то сначала вкушается Антидор, затем Артас, а затем Просфора. Святитель Иннокентий Херсонский в слове предраздачи Артаса сказал, «Его должно употреблять с благоговением как святыню, но не следует придавать ему какое-нибудь большое значение». Некоторые думают, что этот хлеб может заменять божественное причащение святых христовых тайн. Такое мнение грешное. Христианин должен знать и помнить, что ничто, никакая святыня не может заменить при чистого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому нет никакой надобности хранить целый год этот хлеб, как делают все некоторые, приписывая Артасу значения, какого он не имеет. Это запрещено и церковной властью. Субтитры создавал DimaTorzok